Каждый день мы с тревогой наблюдаем за статистикой, где число заболевших коронавирусной инфекцией остается высоким. Текущая ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае непростая. Необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить еще большего распространения этого заболевания. Ситуация должна быть полностью под контролем. Чтобы добиться этого, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал соответствующее постановление. В нем говорится, что на всей территории Краснодарского края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии QR-кода из личного кабинета портала госуслуги о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном заболевании. Наша съемочная группа вместе с представителями управления по торговле и защите прав потребителей побывала в нескольких кафе и ресторанах Славянска-на-Кубани с тем, чтобы увидеть, как работают там принятые антиковидные ограничения. В кафе-селфи у входа посетителей встречают, сразу же проверяя имеющийся QR-код и только потом приглашают за столик. Самое первое, на что мы обращаем внимание, это QR-код при входе в заведение. Также, к сожалению, сократили нам время работы. Мы работаем теперь до 11 часов вечера. Маски при входе, если гость, конечно, нет с собой маски, конечно, мы его даем. Персонал также работает в масках, в перчатках и дезинфицирующие средства стоят у нас на всех доступных точках. В ресторане-пекарне «Грильяж», который открылся не так давно, но уже успел стать популярным, у славянцев соблюдению санитарно-эпидемиологических требований уделяют большое внимание. У гостей ресторана это не вызывает непонимания. Большинство гостей относятся с пониманием, конечно же, это в первую очередь их здоровье. По посещаемости, посещаемость чуть-чуть снизилась, не сильно много. А большинство как бы уже с QR-кодами и с вторым пунктом прививки. Пиццерия «Сицилия» известна в нашем городе очень многим. Здесь тщательно следят за выполнением действующих ограничений. Все сотрудники обеспечены масками и перчатками. Время работы сокращено. Работают до 23 часов. В пиццерии стараются сохранить высокий уровень обслуживания. В нашей сети есть стандарты, которых мы придерживаемся. Всегда хотим сделать все для гостя. У нас очень вежливый персонал. Повара, профессионалы также являются своей работой. Рейдовые группы, в которых принимают участие сотрудники управления по торговле и защите прав потребителей, постоянно работают с тем, чтобы не допустить нарушений действующих ограничений на предприятиях общественного питания. Это в интересах всех славянцев. Стоит отметить, что не все организации соблюдают введенные ограничения. В ходе рейдов было выявлено несколько фактов нарушения режима «Повышенная готовность». Владельцы заплатят крупные штрафы. Деятельность одной организации по решению суда приостановлена на 21 день. Мониторинги с соблюдением антиковидных мер будут продолжены.